Jaya Jaya Shri Chitanya, Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaurabhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chitanya, Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaurabhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaurabhakta Vrinda Мы продолжим сегодня читать Читание Чиритамриту из Матхи Алилы 20 глава Господь наставляет Санатану Госвами Госвами означает тот, кто способен управлять своими чувствами и умом Госвами или Свами, то же самое Хозяин, Свами значит Хозяин Гос, значит чувства Если человек способен управлять чувствами и умом Ум также иногда описывается как шестое чувство Принадлежит к этой же категории Он также может видеть через глаза, слышать через уши Пользуется органами восприятия И может смешивать эти цвета в эмоции Ум, такое сложное чувство очень Эмоциональное состояние мы это называем Это комбинация различных способов восприятия окружающего мира Которые выражаются в нашем умонастроении или состоянии Как настроение человека Это и есть самое центральное чувство нашего существования Йога направлена на контроль ума Если мы сможем остановить материальную деятельность ума В нашем материальном существовании придет конец Начнется иное бытие, иное мироощущение Иное чувственное восприятие В этом смысл йоги Перенаправить деятельность ума и чувств с материальной платформы на духовную платформу И перед тем, как это возможно сделать Необходима остановка ума и чувств Материальная остановка ума и чувств И для того, чтобы остановить ум и чувство Необходим более высокий объект восприятия Как, например, в Дите говорится Если человек испытывает что-то очень возвышенное Он отрекается от низшего автоматически Он больше не хочет воспринимать то, чем раньше жил Потому что сейчас его восприятие возвысилось То есть процесс необратимый Никто не хочет возвращаться к какой-то нечистой жизни Если он живет в чистоте Никто не хочет жить как животное Если он живет как человек И все же это случается Потому что чувство и ум Могут постепенно стянуть наше сознание, душу К этому существованию К нечистому существованию И развить к нему определенный вкус Здесь Интересная глава Господь наставляет Сената Но Госвами Госвами уже контролирует чувство и ум Какие же еще нужны наставления Наставления необходимы Духовные Чтобы мы никогда не упали с этого уровня С уровня Госвами Так же как любой человек может упасть вниз И любой человек может возвыситься Благодаря чему? Разница лишь в том Что один человек получает возвышенное стволение Другой их не получает возвышенное стволение Общение решается Почему в одной семье Было два сына И один стал Практически святым А другой стал негодяем У одного отца Получили одно и то же образование Жили в одной культуре Почему такая разница? Ответ в том Что один общался со святыми А другой общался с негодяями Таким образом Если мы общаемся с материальной природой С ее низкой стороной Мы обретаем эти низкие качества Если мы общаемся с более высокой стороной Этой природы Мы обретаем более высокие качества Вопрос контакта С чем мы общаемся? С чем соприкасаемся? Если мы соприкасаемся с нечистым Мы оскверняемся И если мы соприкасаемся с чистым Мы очищаемся Таким образом Чтобы очистить сердце и ум Необходим контакт с Верховным Господом Господь наставляет Сената Нагасвами По сути это Они относятся к Сената Нагасвами То, что здесь говорится Каждому из нас Кто хочет возвыситься Очистить свое сердце Мы должны выслушать Наставление сверху Не снизу И предметом нашей темы Вчера мы обсуждали джива татву Джива татва Это природа живого существа Определенная категория жизни Мы вчера упоминали Что с разной категорией живых существ Одна из них джива татва Очень распространенная Количественная И нет конца Никто не знает Сколько джив Во всех мирах Сколько живых существ Сколько душ Шаташатару Панишат Говорит, что джива очень маленькая Из мельчайшего Я живое существо Кришна говорит Бхагава Из самого мелкого Потому что если взять Сечение волоса Разделить на сто частей Затем эту частичку Еще на сто частей Примерно это будет размер дживы Очень крохотная Но природа ее божественная Удивительная Непостижимая И она обладает своим могуществом В связи с Богом Она обладает полным могуществом Но когда она не связана с Богом Она утрачивает свое могущество Станется обычным живым существом Мы так называем Чем-то незначительным Это может быть Мы видим насекомые Для нас это какие-то Незначительные живые существа Есть какие-то животные Есть какие-то люди Даже среди людей Мы считаем не очень-то Значительные люди Есть великие существа Есть полубоги Есть творцы Вселенского масштаба Веда говорится Есть иерархия вселенская Существует заполнено Все Но это та же джива В чем различие между ними Почему Такая с разной категорией жизни Насекомая человек Соизмерима ли Нет Здесь мы читали Что Различные формы Материальных тел Обуславливают дживу И ее духовная способность Проявляется по-разному В соответствии с телом Чем грубее сознание Тем меньше Проявляется ее Духовная сила Чем тоньше сознание Разум Тем больше Проявляется ее Духовная природа И человеческая форма жизни Предназначена для дживы Которая хочет Постичь себя Как душу Она максимум возможностей Предоставляет Человеческое тело И его разум В человеческом обществе Есть культура Есть искусство Есть религия Есть брак Этого нет Нише форма жизни Там нет В этом необходимости Там другое сознание Никто там не говорит О верности И сострадании Там не нужны проповеди Единственное различие Между животными И людьми Присутствие Наличие Духовного знания Больше нет различий Все остальное Идентично Человек рождается Животное тоже рождается Оно растет Человек тоже растет Начинает есть Спать Ребенок тоже ест И спит С этого начинает Свою существование Он подрастет Юноша Влюбляться И животные тоже Привлечется Противоположным полом Появятся дети В конце концов Тело Состарится И умрет Все то же самое Происходит Со всеми животными Еда Солнце Выкупление Оборона Это общая характеристика Всех биологических видов Это биологическая Или материальная природа Хорошо организованная Материальная природа Органическая химия Это просто Хорошо организованная Биологическая Материальная природа Организованная Духовная энергия Мы говорим Это тело Предназначено Для особой роли Человеческой Он не живет В условиях животного Ему не нравятся У него тонкие чувства Тонкий разум Он способен Испытить глубокую любовь Его жизнь Цена по этому И зачем же Природа дает Такие преимущества Человеку Ведь он может Все здесь уничтожить Это что Ошибка природы Заметьте пожалуйста Что когда Где бы ни вели Человеческое общество Обязательно там Есть священные книги В каждой культуре Есть свои пророки От духа Это сопутствует Всей нашей человеческой Цивилизации Это необходимость Номер один Даются шастры Правила и предписания Для исключительно Человеческой жизни Формы жизни Что человек должен А чего не должен делать Животным не предписано Ничего Ими руководит Низшая природа Она их заставляет Делать то Что они должны делать И никто из животных Не может выйти За рамки Своей природы Невозможно Человек может Ему дается Свобода выбора Поэтому дается Руководство Разве наши родители Не пытались Дать нам руководство Разве не беспокоились За наше будущее Разве они не думали Если мы не воспитаем Не дадим образование Что из него получится А? Ведь он может Выбрать какую-то Вредную вещь для себя Для других У него выбор есть Вот опасность У животного Нет выбора Собака Останется собакой Будьте уверены Она не упадет До уровня кошки Знаете Низ не сойдет Собака ненавидит Кошек Знаете Для нее это Низшая форма жизни Презрительная Она не упадет До этого уровня Никогда Но и не возвысится До уровня хозяина И так же Все остальные виды жизни Кого-то они Любят Кого-то ненавидят Кого-то едят Кого-то просто не замечают Это отрегулировано Природой И таким образом Существует порядок Если какое-то животное Видит Другой И это не является Своей пищей Оно не навредит ему Никогда Но если видит Какую-то пищу Съест обязательно Это предназначено Для него Но человек Может вредить Кому угодно И когда угодно Он может Стимулировать Свои желания Искусственно Вы не хотите Быть убийцей Но вас можно Научить этому Да вы же не хотите Быть наркоманом Этому тоже Можно легко Обучить Этот вкус Можно привить Человеку Возможно Вообще Не хотите Никаких плохих Вещей Но вы все равно Будете делать Их Потому что Вы Воспримите Это от кого-то У вас есть Ввода выбора Вам может Стать это Интересным Попробовать То или иное Не так И поскольку Разум человека Тонкий Сердце Так же Очень Тонко устроено Эти пробы Эти эксперименты Плохо кончаются Когда плохие вещи Проникают В сердце человека Это Трагедия Его жизни Очень сложно Вырвать Живое существо Из этого Нижшего состояния Гун материальной природы Здесь будет говориться Дайви Хешегуна Маи Мама Мая Дурать Я Мам Эвая Пропад Ян Те Мая Мэтам Таранти Те Это стих Цитируется Здесь Багава Дгита Известный Преодолеть Влияние Моей Божественной Энергии Состоящей Из трех Гун материальной Природы Невероятно Трудно С легкостью Выходит Из-под ее Власти Невероятно Трудно Дурать Я Термин Ну Невозможно Значит Человек Не сможет Следующий Текст Послушайте Мая Мукда Дживира Наги Свата Кришна Дьяна Дживире Кришная Кайла Кришна Вет Пурана Обусловленная Душа Не может Возродить Себя Сознание Кришны Собственными Усилиями Поэтому Кришна По своей Беспричиной Милости Дал людям Веды И дополняющие Их Пураны Вот причина Священных Писаний Зачем Они нужны Сам Человек Не сможет Обрести Такие Знания Они Запредельные Или Трансцендентные Здесь Говорится Нематериальные Нет Такого Опыта Ни У Кого Нет Даже Возможности Представить Это Или Придумать Религия Дается От Бога Говорится Человек Не способен Выдумать Религию Как Одна Преданная За границей Она Рассказывала Мне Что Она Долго Время Ходит На Межконфессиональные Встречи Ну То есть Поддержит Хорошее Отношение С Религиозными Людьми С Духовными Лидерами Других Конфессий Наша Задача Жить В мире Со всеми Для этого Нужно Общаться Как-то Научиться Хорошо Ну Какие-то Дружеские Отношения Развить Уважение Друг Друг Поэтому Она Давно Уже И Много Лет На Эти Встречи Где Собираются Духовные Лидеры В Той Стране Она Там Не Проповедует Нет Потому Что Могут Воспринять Нетактичность Они Тоже Друг Ничего Не Навязывают Иногда Решат Какие-то Социальные Вопросы Но В конце Концов Поскольку Они Часто Встречаются Долго Время В них Возникает Какой-то Интерес Друг Друг Человеческий И Однажды Не затронули Тему О Боге Представители Разных Конфессий Потому Что Если О Боге Говорить Разные Конфессии Тут Занимает Конфликт Как раз Здесь Что У каждого Свой Как говорится Бог Очень трудно Понять Как это Бог Один Тут Разные Названия Разные Языки Все Разное Разные Практики Могут Обряды Это Сбивает Людей С толку Очень Сильно Даже Религиозных Людей Они Не могут Понять Что Бог Вне Этих Материальных Определений Трансцендентен Духовен Они Не знают Его Природе Толком Но Они Верят В Бог В Своего Бога В Своей Культуре В Свой Опыт Поэтому Между Ними Разногласия Однажды Заговорили О Боге Эта Женщина Сидела Просто Их Слушала Если бы Она Сказала Что Бог Это Кришна Опять же Было Не Очень Тактично Для Той Среды Она Прослушала Внимательно Ход Их Рассуждений Они Пытались Как То Описать Бога На Основании Никакому Выводу Что Бог Не Достигается Путем Гьяны Знаний Научных Исследований Бог Не Постигается Даже При Помощи Веры Вера Это Только Первый Шаг Как Постигается Бог Здесь Будет Говориться В нашей Беседе Сегодня Как На самом деле Он Постигается Непосредственно Но В том Случии Они Сказали Что Скорее Всего Бога Как Такового Не Существует Это Эта идея Создана Человеком Она Необходима Чтобы Организовать Человеческое Общество Это Определенный Элемент Духовной Власти Вера Нужна Людям И Какие-то Другие Люди Придумали Эту Веру Придумали Бога Для того Чтобы Люди Имели Эту Возвышенную Веру Идеал Вот В этом Смысле Бог Существует А Отдельно Как Личность Как Объект Он Не Существует Это Продукт Человеческого Разума Скорее Всего То есть Мы Создали Этого Бога Он Необходим Потому что Людям Нужна Вера В Идеал К Этому Вы Доней Пришли Религиозные Люди Но Это Написано Ведах Невозможно Познать Бога Просто Изучая Священное Писание Да Есть Пураны Есть Веды Но Для Чего Чтобы Начать Этот Процесс Начинается С веры Иногда Современные Люди Думают У меня Уже Есть Вера Что Нужно Еще Вера Это Есть Религия Этого Достаточно Нет Прабупад Сказал Не Сводите Все К Вере Вы Должны Стать Ученым Вы Должны Познать Во Что Вы Верите Какой Смысл Верить В То Что Вы Не Знаете Как Вы Можете Полюбить Того Кого Вы Не Знаете Как Можете Полюбить Бога Если Вы Не Знаете Его Вы Должны Иметь Знание Знание И вера Очень Связаны Друг С Другом И Так Здесь Говорится Что Человек Не Может Возродить Себя Сознание Кришны Собственным Усильм Что Такое Сознание Кришны Сознание Бога Значит Например Мы Видим За Окном Свет Совершенно Все Ясно Что Солнце Сознаете Не Видя Солнечного Диска По Присутствию Света Вы Точно Знаете Научно Что Солнце Сейчас В небе Если Есть Свет Источник Здесь В нашей Видимости Если Источник Не Было В нашей Видимости Света В принципе Не Было Если Мы Видим Что Столько Всего В Этой Мир Разнообразия И Каждое Живое Существо Личное Сно Видели Хоть Одно Безличное Это Возможно Это Научно Вы Личность Все Отец Тоже Личность Дед Личность Правит Личность Правит Правит Даже Пятикандр Тоже Личность Австралопитек И так Далее Личности Обезьян Личности Собаки Личности Деревья Личности У каждого Индивидуально Своё название Своё характер Своя форма Неповторимость Абсолютно Абсолютно Точно Что каждый Представляет Собой Отдельную Индивидуальность Почему же Вы приходите К выводу Что источник Всего Безличен Как это Возможно Тогда причина Разнообразия Объясните Если в Боге Этого Ничего Нет Откуда Это Всё Взялось Но Он Источник Источник Всего Значит Всё Это Есть В Нём И даже Больше Чем Мы Видим Гораздо Больше Чем Мы Видим Его Невозможно Познать В этом Разнообразии Безграничное Разнообразие Веды говорят Из много Высших Планет Из много Низших Планет Из много Вселенных Никто Не знает Им числа И в каждой Вселенной Есть своё Разнообразие И на каждой Планете Есть своё Неповторимое Разнообразие И в каждом Виде жизни Своё Неповторимое Разнообразие И в каждом Виде Одном И том же Есть Неповторимое Разнообразие Одних И тех же Форм Мы Люди И мы Все Разные Найдите хоть одного одинакового человека Это невозможно Безграничное разнообразие Откуда это безграничное? Потому что Бог безграничен Безграничная личность Анан Тарупа сбивает с толку Безграничная личность Да Знает каждого Это безграничная личность Его не знает никто Он безграничная личность Можно только знать свои взаимоотношения с ним Для этого нужны Веды и Пураны Которые дополняют их То есть Веды еще нужно раскрыть эти знания Если мы прочитали Бхагавадхиду Недостаточно Нужно раскрыть ее смысл Постичь ее смысл Суть Если мы родились Недостаточно этого Нужно понять Чуть-чуть смысл нашего рождения В чем мое великое предназначение Если я получил через гофруму жизни У меня есть какое-то великое Большое важное дело В этом мире Я же не караед Который дерево должен грызть всю жизнь Не понимая Зачем все это нужно Я не просто инструмент природы Я уже частичка Бога В меня входит эта сторона жизни Потому что дан разум И разум заставляет меня беспокоиться Размышлять Задавать вопросы Искать ответы Да, ты человек Атата Брама Джигесу Теперь Задавай вопросы Об абсолютной истине Спрашивай о Боге Иначе Ты не имеешь права Называться человеком Ты все еще Уровень животного Но только что На двух ногах Хорошо одеты Причесанные И обученные Животные Животных тоже можно обучать Мы знаем это Есть очень хорошо обученные собаки Есть хорошо обученные медведи Даже бурундука можно обучить Мне рассказывали Как приручить бурундука Допустим Есть технологии Как собаку ставить все дети Или складывать буквы какие-то Некоторые собаки Даже могли говорить Только в Санкт-Петербурге Был такой феномен Еще очень давно Когда приезжал сюда До осознания Кришны Здесь жил один Син Бернар Вот вы не знаете Может быть это поколение Этот знаменитый Син Бернар Был на весь Петербург Он выступал На центральном телевидении В прямом эфире Очень знаменитая собака Он знал несколько слов Мог их произносить Осмысленно Хозяйку назвал Мама Моя мама Если ребенок подходил К матери Он тоже подходил Говорил Моя мама Тоже обнимал ее Он ревновал Он вел себя так же Как член семьи Мог разговаривать Несколько слов Произносить Итак То что Мы можем что-то говорить Это еще не означает Что Мы выше животных Животные тоже могут Говорить на своем языке Если мы дышим Не означает Что мы живем Кузнечный меха Тоже дышит Если у нас есть Красивые глаза Это еще не значит Что есть Павлини и узоры На перьях Еще красивее Наши глаз Это еще ничего не значит Что наш череп Украшен Волосиным покровом И можно гордиться этим И есть тонкая кожа Которая потеет А у животных Шкура Которая не потеет Их пот Выходит через язык Они так устроены Как-то нечисто А у нас лучше Можем гордиться Наблюдая животных Но если мы Стоим понаблюдаем Живых существ Выше человека Гордиться будет нечем Скажем Разве это кожа Древесный покров Если вы подносите Супарит к щеке Щека не отражает Ваш палец Что за кожа Разве это кожа Если Кришна Кто-то предлагает Светильник В нем отражается Этот светильник Другая кожа Другого качества И если не применять Духи И не мыть Это тело Нам трудно Будет появиться В каком-то собрании Нас сразу заметят Издалека Почувствуют Что мы уже здесь У Кришны Запах Намного миль Естественный Очаровательный запах Естественный Духовный запах Есть тела Не только у Кришны Но тела У божественных существ В этом материальном мире Намного превосходящий В сотни раз Говорится превосходящий Качественно Человеческое тело Состоящее из костей Жира Плоти Кожи И немножко волос Для украшения И эти волосы Быстро сидеют А кожа Быстро сморщится За какие-то десятки лет Вы не узнаете человека На глазах прямо Очень недолговечно Очень неустойчивая Эта форма Из плоти Распадающаяся Постоянно Это тело Мы живем Именно в таких условиях В таком теле И преодолеть Этот процесс Невозможно Собственными усилиями Вы не можете Остановить Старость Болезни Смерть Ничего невозможно Поделать С этим воплощенным телом Есть только один выход Осознать себя Вне тела Ведь я И не являюсь Этим телом На самом деле Есть люди Которые Одеваются плохо У нас Просто мало денег Допустим И они Тоже слияют себе С этой одеждой Ходят Очень Грюмые Безрадостные Потому что Они сравнивают Своё существование С другими людьми Более успешными У которых Хорошая машина Красивая одежда Дорогая Я не могу Приобрести себя Они не очень Радостны Есть люди Которые Наоборот Дорогую одежду Носят И каждую неделю Могут менять Костюмы И чуть появляется Новая модель Машины Сразу меняют Марку И они ходят Гордые Чувствуют себя Успешными Но когда Приходит время Нужно снять Все эти костюмы Мы сюда Пришли без ничего Ведь так И уйдем С пустыми руками Обман Все это Но люди Либо радуются Либо наслаждаются Они принимают Это всерьез Так написано Бхагава там Они видят Объекты чувств И принимают За истину Они думают Что истина Это нечто приятное Из чистого золота Допустим Истина Наверное Истина состоит В больших домах Истина Наверное В красивых Женщинах Наверное Истина Вот там Истина Во владении Землями Наверное И последователями Вот в чем Истина Они ошибаются Это иллюзия Вы не можете Исфладеть ничем Вы пришли На несколько лет Сюда Только С определенной Задачей И не задача Владеть Это джива татва Не владеет Здесь ничем Этим владеет Вишну татва Совсем другая Категория жизни Вчера мы читали Что вишну татва Присуждают Смерть И жизнь Живому существу Это повелитель Каждый рождается Когда приходит время Это присуждено ему И каждый покинет этот мир Когда придет время Чтобы снова родиться Это вишну татва Она отбирает жизнь Чтобы дать новую жизнь И имеет на это право Джива татва Не может Распережаться Такими вещами Как решать Чью-то жизнь И чудо смерти Это для него запрещено Если ты не можешь Дать новую жизнь Ты не имеешь права Забрать эту жизнь Но тот Кто может дать тебе Новую жизнь Имеет право Забрать эту жизнь И принять такое решение Это вишну татва Над нами существует Надзор Над джива татвой Но джива татва Ослеплена Этой материальной Энергией Этой иллюзией Независимости Отделенности от Бога Они вообще думают Что у Бога никакого нет Нет контролирующих сил Нет высшего разума И хотят делать то Что хотят делать Но в надлежащее время Приходят смерть И не все оставляют здесь Чтобы снова родиться Ни с чем И так бесконечно Бесконечно в материальном мире Пока человек Не заинтересуется Абсолютно истиной Здесь говорится Тот кто предался Мне Кришна говорит С легкостью выходит От поливьяния Из-за подвласти Материальной природы Если человек Предан Кришне Вы не можете Его купить Вы не можете Соблазнить Чем-то материальным На него Не влияет Материальная энергия И обусловленная Душа Ведена в заблуждение Иллюзорной Энергии Господа Майей Майя держит Живое существо В забвении Относительно Его Настоящих Отношений С Кришной Из-за этого Живое существо Не помнит Что на самом деле Оно является Вечной душой Браманом И не сознавая Своего истинного положения Считается Порождением Материальной энергии Симат Бхагаватам Говорится Под влиянием Внешней энергии Живое существо Хотя оно Трансцендентно К трём гунам Материальной природы Считается Порождением Материи Из-за этого Вынужден терпеть Материальные страдания Итак Из-за чего Человек Вынужден терпеть Материальные страдания Здесь говорится Из-за отождествления Себя с материальным телом И материальными предметами Которые он Обладает Или не обладает Обладать Хочет каждый Это называется Желание И каждый теряет То, чем обладает Это называется Скорбь Желание Скорбь Желание Скорбь У каждого человека есть В сознании Это двойственность Мы чего-то желаем Чего нет И скорбим об утратах Это называется Опыт жизни Материального существования Чем больше Времени проводим В материальном измерении Тем больше Этот опыт Накапливается Скорбь и желание Скорбь и желание Скорбь и желание И вырабатывается Пессимистическое Ума настроение С опытом Это просто Вопрос опыта Этот пессимизм Очень важный опыт Кто-то говорит Что живое Что пришлось Накопить Какой-то опыт Пессимистический опыт Здесь невозможно Обрести Позитивный опыт Пессимистический Чтобы больше Не соприкасаться Отныне С материальной Природой Этот пессимизм Необходим И оптимизм К духовной природе Необходим Сейчас у людей Наоборот Пессимизм К духовной природе Оптимизм К материальной природе Это называется Майя Иллюзия Все наоборот Там где религия Они считают Там безбожие А там где безбожие Они думают Что там есть религия Все наоборот Переворачивается Где религия находится Где есть 4 вещи 4 опоры религии Милосердие Чистота Правдивость И Аскетизм Вот она Религия Описанного плана Ну а если Кто-то следует Аскезии Например Становится Вегетарианцем Его считают Больным В наше время Опасной Сектой Если вы еще Не принимаете Интоксикации Еще хуже Религия Означает Грешите Каяться Вот это Здоровый Нормальный Человек Греши По Богу На программе Тумади Раскаивайся Бейся головой О пол Плач Молись Прости прощения Прощен Види Греши Смело Нагрешил Тяжко Иди Пкайся Регулярно Нужно это делать Как в баню Ходить Так же Загрязнился Помылся Загрязнился Помылся Вот она Религия Это безбожие Говорится Кайтова Ложная Религия Лживая Религия Люди Эксплуатируют Бога Создают Неправильную Религию Религия Правильно Дается Пророками Иди Больше Не греши Останови Грех Прекрати Это все Делать Это говорит Любая Религия Прекрати Есть запрещенные Вещи Прекрати Немедленно Не прекращено До сих пор Что же Нужно еще Сказать Человеку Самое удивительное Что все знают Что заповеди Это хорошие И все равно Не прекращают Так что же Нужно сказать Человеку Что же Он это сделал Как с этим Быть вообще Вот поэтому Мы читаем Читание Черитам Нужны знания Какого-то Более высокого Порядка Не просто Что в ад Пойдешь Да я уже В аду Нормально Когда Один священник Спустился В шахту Он сказал Что если Вы не будете Поклоняться Иисусу Служите Иисусу То пойдете Все в ад И шахтеры Грязные Там все Черные В подземелье Которые проводят Всю свою жизнь Спросили А что такое ад О Ад где темно И сыро Там никогда Не бывает Света солнца И он стал Расписывать Ад шахтер Спокойно Восприним Говорит Нормально Нас это Не пугает Мы всю жизнь Живем Фактически Как вы говорите В аду Чем же Напугать Человека Он сказал Там нет Интернета О Это другой Вопрос Вот это Проблема А секс Там есть В аду Секс Есть Ну тогда Не такой уж Ад Если там Есть секс Выпивка Но проблем Мы согласны Пойти в ад Нормально Если есть Там чувственное Наслаждение С этой точки Зрения В жизни Встречаем Ну сплошной Ад Иногда бывает Полоса жизни Посмотреть Вокруг Да Сколько Беспокоящих Вещей На каждом шагу Но секс Есть Есть Выпивка Есть Есть Деньги Есть Есть Ну и все Будь счастлив Чего тебе еще Не хватает Это проповеди Современные А если уж Слишком тяжко Иди проси Покайся Эти Покаялся Ну и все Бери снова Деньги И отправляйся Куда хочешь Любые грехи Потом можно Замолить Правда Поэтому Современная Религия Это просто Лицо скорби Скорбный Лик Безрадостный Откуда Из-за Греховных Деятельности И религия Тем не менее Какая бы Ты ни была В упадке Она все же Призывает Человека Быть честным Да Признается Что ты Грешник Да Я признаю Это Я грешник Иногда Я серьезно Плачу От своих Мне Мне Это Существование Вот так Надоело Господи Иисусе Христе Помилуй меня Грешного Иногда Я так Искренне Это говорю А потом Снова Иду И грешу Почему Эти желания Говорит Что он Управляет Этой силой Свободно Это Вожделение Арджуна Это Всепожирающий Враг Этого мира Это Серьезно Самая Главная Проблема Самая Большая Анардха Нечистота Проблема В сердце Когда вожделение Пролекается В сердце Человек Забывает Что такое Любовь Человек Начинает Лгать На других Хитрить Жить В двойственности Лицемерии Вожделение Источник Жадности Всех порогов Вожделение Источник Выгоды Что же С этим делать И вожделение Удивительно В том Что человек Который Обрел Все эти Порохи Считает Это Своим Естеством Нормально Все Природа Говорит Это Вы только Посмотрите Животные Такие же Кто же Есть Такие же Привычки Смотрите А мы же Оттуда Из животного Мира Это наша Природа Наша Пора Пройдет От обезьяны Сказал Чарльз Дарвин Ну он Сказал Ты не уверена На самом деле Не следует Слишком Его обвинять Он Сказал Ты не уверена Но не Твердил Как научный Факт По всей Видимости Это так Вот Это все Что он Сказал Но всем Понравилось Кому Понравилось Вожделению О Обезьяна Наш Родственник Все ясно Теперь Можно жить Как обезьяна Все нормально Теперь Бога Нет Бог говорит Не прелюбодействуй Обезьяна Прелюбодействует Через каждые Несколько минут Это наша Природа Поймите Бог Похоже Не понимает Наши природы Здесь говорится Живое существо Частичка Бога А не частичка Материи Бог прекрасно Понимает Нашу природу Поэтому говорит Не прелюбодействуй Скотина Да Иногда мы слышим Острые слова От людей Что же ты скотина Делаешь У тебя же жена И дети Почему ты ходишь Сюда Дети уже видят Посмотри Что ты творишь Вообще Скотина Что тебе Жена не нравится Хорошая женщина Смотри То же самое Говорят Женщинам Или мужчинам То же самое Говорят Как скоты Живете Что бы А как же Ваши дети Если они все это Видят Это же будет Преемственность Вы же стоите Учителя Естественно Они же будут Делать то же самое Что и вы Вот еще Остались какие-то Семейные принципы Семейные традиции И они возмущаются А больше никто Не возмущается Если мы спасем Семью Мы спасем Религию Факт Если мы спасем Семью Мы спасем Религию Потому что Религия Она зиждется На семейных традициях И кальюга Она разрушает Все эти традиции Даже семьи Разваливаются Очень важный момент Права Павел Говорит Люди сейчас не понимают Насколько важна Семейная жизнь Правильная Но семейная жизнь Должна быть Одухотворена Иначе Не семейная жизнь Как сказал Один современный Известный психолог Русский Что современных Женщин воспитывают Как проституток Это он сказал Я имею опыт Тысячи людей Исследовал Тысячи людей Он уже пожилой человек В годах Ему сейчас нечего бояться Он просто говорит Открыто И не только это Он говорит Тут другие вещи Он говорит Я больше не принимаю Никаких людей По вопросам Их любовных отношений Называет это Тягомотина Мы говорим Майя Он говорит Тягомотина Он так это называет Мы говорим Это просто Майя Это не самое важное У них сверх Говорит Ожидание От этой любви Говорит Не это самое важное В жизни А обрести Квалификацию Вот что важно Обрести качество Вот что важно Человеку А не просто Наслаждаться Чьей-то любовью Жить за счет Кого-то Всю жизнь Они приходят И говорят О любви О своих несчастьях Но они не способны Даже деньги зарабатывать Нормальные Они вообще Разум утрачивают Эти люди У них нет Квалификации Ни материальной Ни духовной В конечном итоге А где же Возрождение Общества Ведь мы же Сделали перестройку После коммунизма Чтобы возродить общество И все думали Вот сейчас оно Возродится И получилась Странная вещь Общество Стало Приберющим Бандитов И воров В одно мгновение Это произошло Как же А где же Коммунизм Где же Эти идеалы Куда они делись Вдруг В один день Все кончилось Все взялись За оружие Стали убивать Друг друга Воровать деньги Оно Оно Не возродилось Нет Нужно Усилие Оно Не возродится По себе Мы же Утратили Многое Нужно Восстановить Эти знания Когда-то люди Знали о Боге Больше Если вы Знаете Много Об этом Можно Не так уж Много Говорить Но Если Не Говорить Много Потомки Забудут О Боге Как я Сказала Матери Однажды Что Наша Семья Не Была Религиозна Сказала Нет Я Была Всегда Религиозна Просто Не Говорила Об Этому Ты Просто Не Слышал Этого От Меня Потому Что Нас Запрещали В Школах Говорить В Семьях Об этом Но Мы Знали О Боге Больше Чем Ваше Поколение Потому Что Моя Бабка Была Верующая Пробабка Была Верующая Иконы Были Писания Мы Знали Их Хорошо Мы Каждый День Читали Эти В Семьях Мы Слышали Эти В В Но Мы Перестали Говорить И Что Ж Новое Поколение Выросло Абсолютно В Невежестве Я Представитель Того Поколения Да Я Первую Церковь Увидел В 20 С лишним Лет Вошел Первый раз В жизни В церковь 22 Года Все И Ничего Не понял Я просто Шарахнулся Оттуда И все Когда Кто-то Поклонился Там Поцеловал Кону И так Убежал Сразу Да Это Было Такое Время На самом Дель Время Забвения 70 Лет И Что же Теперь Общество Самого Возродится Из невежества Вы понимаете Что из невежества Что-то может Произойти Нет Теперь Нужно Воспитание Общество Сейчас Наше Это Просто Ребенок Несчастный Больной Ребенок Который Ищет И чувствует Что ему Нужна Опека Защита Знание Покровительство Защита Настоящая Где Эту Защиту Взять Изучайте Шастры Примите Покровительство Сад У святых Людей Которые На самом деле Заботятся О людях На самом деле Сострадательны И знают Чем помочь Есть знания Ведь наша Задача Просто следовать За такими Святыми людьми И что же Мы станем Подобны Им В этом сути Обрести Качество Чистые Священные Качества Каждый человек Должен это сделать Здесь будет говориться Что каждый 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 Человек Для этого Предназначен Неважно Где рожден Неважно Какая судьба И карма Богатый Или бедный Склонен К великим Наукам Или не склонен Он человек Все равно Даже Животное Может Сознавать Бога Общаясь С духовным Человеком Чувствовать Присутствие Бога Да Просто Не может Выразить Все это Сказать Но Любое Живое Существо Имеет Эту душу И способно Чувствовать Это Даже Не сознавая Чувствовать Счастье Называется Ведь Мы тоже Чувствуем Счастье Беспричин И не знаем Даже Почему Конечно Нам Объяснили Что это Кришна Но Некоторые Люди Так Кришну Познают Приходят На Киртан Ну Попробуем Первый раз Здесь Что это За Сборище Вообще Странный Народ Все на Полу Сидят Вообще Все Столпили Здесь Тысячи Человек В одном Помещении Ну Давайте Послушаем Что Поют И вдруг Чувствуете Счастье Через Какое-то Время Думаете А что Это Такое Почему Такой Запах Благовоний Приятный Хотя Они Петь Не умеют А все Все Хорошо И громко Стучат И как-то Изольтированно Севедут Как-то Непривычно Как-то Стесняются Их Даже Побаиваюсь Слишком Буйный На Киртанах А Это Кришна Проявляется Кришна Причина Счастья Но Написано В романе Каждый Человек Раз В жизни Обычный Человек Испытывает Настоящее Счастье Раз В жизни Без Причин Вообще Никакой Причин Он Может Потерять Что-то Нарезоболеть И тем Не менее Раз В жизни В какой-то Мент Просто Почувствует Счастье Этот опыт Обретет Каждый Человек Ненадолго Как Маячок Зачем Ищи Вот Вы О тебе Давно Не испытывали Никакого Счастья Большого Ну так Еда Выпивка Работа Отдых Все Как бы Есть Но Где же Счастье Вдруг Маячок И вы Туда Правда Он Гаснет Где Где Этот Маячок Вы Снова Ищите В следующей Жизни Еще Один Маячок Один Раз Но Духовная Практика Означает Что Каждый День Испытывать Счастье Идти По Эту Маяку Следовать За Этим Маяком Каждый Мы Начинаем Следовать Маяк Не Гаснет Волны Нас Океану Уносят От Этого Маяка Волны Все Перекрывают Наши желания О Какие Громадные Смотрите Какие Громадные Жадности Границ Нет У Человека Говорится Вы Ничем Не Сможете Удовлетворить Жадного Человека Хоть Сколько Ему Отдайте Ему Все Мало 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 Человек Свободный Когда Он Себя Не Отождествляет Ни С чем С материальным Тогда Он Начинает Чувствовать Счастье Счастье Это Раз Отождествление С Материей А страдание Это все Сильнее И сильнее Отождествление С материи Я хочу Добиться 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 Материальными Способами Быть счастливым И все Хуже И хуже И хуже Я из болота Пусть вырваться Вырваться Но все Глубже И глубже И глубже И глубже Все Наоборот Отпусти Как мы На даче С Каргачарей Пытались Выйти Из калитки Не так Просто Это было Там вдруг Появился Какой-то Холм За калиткой И она Не открывается Даже Горгачарев Удивился Я Это человек Новый Это Его Дача Он Сказал Странно Что-то С калиткой Сегодня Не то Оказывается Калитка Открывалась В другую Сторону Просто Такое Случается С нами Такая Иллюзия Бывает С каждым Человеком И вот Мы Бьемся В эту сторону Бьемся Она Открыта Эта дверь На самом деле Только В другую Сторон Открывается Мы с ним Долго Смеялись Я говорю Ну ладно Я так гость Ну ты Ну вот так Бывает Разволнуешься Вот так Бывает Тоже Видите Ум может быть Разволноваться Мы можем Совершить ошибку Везде Где угодно Каждый Из нас Подвержен Ошибкам Поэтому Шастры Саду Саду Калитку Сюда 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 Нужно Открывать Ты куда Пошел Сюда Вот Калитка Сюда Открывается Напоминают Нам Куда Пошел На улицу Помни Регулирующий Принцип У тебя На работу То же самое Помни Что Когда ты Деньги Зарабатываешь Эти деньги Предначены Для духовного Развития Помни об этом Что бы ты Не делал Что бы ты Не ел Делай Как жертву Напоминает Багавадхи Мы должны Помнить это Постоянно Потому что Мы забудем Майя Это говорит Другое Ум Это говорит Противоположное Он уже Говорит Этот гуру Тупой Я Тупой Гуру Поймите Если Я не буду Повторять Слова Кришны Я Ничто Ничто И зовут Меня Никак Очень скоро Забудут Об этом Что я Сказал Но если Каждый Из нас Повторяет Слова Кришны Он Настоящий Гуру И Напоминает Другим Об этом Это И есть Гуру Тату Это Настоящее Положение Человека Быть Представителем Бога В этом мире Напоминать Заповеди Наставления Знания Посмотрите В чем Истина И в чем Иллюзия Нужно Различать Будьте Осторожны Говорят Опытные Люди Предупреждают Для этого Существует Воспитание Образование Именно с этой Целью Чтобы Стать Гос Вами Обуздать Свои Ум и Чувства Научиться Управлять Ими И иметь Настоящее Желание Жить В полную Силу Это Возможно Только в Сознании Кришны Когда Кришна Покинул Ту планету Арджуна Не хотел Больше Жить У него Не было Больше Никаких Материальных Желаний Вообще Здесь Что-то Делать Великий Герой Самый Сильный Воин Друг Кришны Он Потерял Всю И красоту И сияние И желание Само жить Потерял Только Кришна Покинул Планету Где Это Солнце Он Спросил Куда Оно Ушло Солнце Мира Закатилось Сказал Другой Брат Исчезло Ушел Кришна С этой Планеты Ажуна Аж похудел За Какие-то Минуты Он Забыл Даже Как его Зовут И все Свои Героические Поступки Он Сказал Это Все Сделал Не Я Я Не Мог Выиграть Битву На Куруп Шетре На Одной Лишь Колеснице Это Сделал Кришна И много раз Там угрожала опасность Только Кришна Спасал Нас Всегда И Когда Мы Должны Были Быть Прокляты Дурва Самуни Кришна Спас Нас Он Сделал Остатки Нашей Пищи Насытился И Таким Разом Насытил Всех Когда Он Насытился Тысячи Людей Тысячи Последователей Дурва Самуни Удовлетворил Их Просто Своим Насыщением Как Сверхдуша Действует И Даже Насытилась Вся Вселенная Это Все Кришна Делал А мы Думали Это Наши Подвиги Сейчас Кришны Нет Я Прекрасно Понимаю Кто Все Делал Чьи Милости Были Живы И Почему Мы Достигли Успеха И Победы И Почему Все Наши Желания Исполнялись Я Теперь Понимаю Кто Этот Исполняющий Желание Это Высшая Личность Вишну Татва Она Удовлетворяет Желания Всех Живы Зачто Если Кто То Предается Ему Он Себя Отдает В ответ Не Жалеет Это Абсолютно Истинно Был Моим Лучшим Другом Ютыш Тира Он Позволял Себя Мне Вести На Равных С Ним И Даже Шутить По Отношению К Нему Но Сейчас Я Понимаю Кто Это Был На самом деле Солнце Мира Зашло Ютыш Тира У меня Больше Нет Желания Продолжать Это Существование Я Пойду За Ним Все Пандавы Ушли За Кришну Они Пишли Ради Него И Ушли Из Этого Мира Потому что Это Материальный Мир Когда Кришна Покинул Планету Ютыш Тира Что Через Несколько Дней Все Пороки Стали Проявляться В Людях Обычные Люди Чувствовали Счастье Вдохновение Каждый День Видят Солнечные Восходы Общались С брамовными Они Защищали Женщин Коров Детей Стариков Они Любили Все Живое И Они Не Понимали Почему Так Хорошо Как Солнце Оно Дает Счастье Но Люди Могут И не Знать И не Думать Об этом Просто Пользоваться Энергией Света Но Только Солнце Захлодит Где же Это Все Все Мрак Полный Бесполезно Все Это Не Видно Ничего Подобно Кришна Был Подобен Такому Солнцу Который Благословил Весь Мир Говорится Но Как Только Он Ушел За считанные Дни В Обществе Как При При падении Коммунизма За считанные Дни Проявилось Столько Жутких Вещей Я Помню В 90-х Годах Как По телевидению Была Реклама Киллеров Может быть Вы знаете Может быть Нет Нового поколения Там Рекламились Люди В масках С телефонами Если Нужно Кому-то Заказать Цены Такие Все Пожалуйста Телевидение Российское Это За считанные Дни На глаз Духой Всех Никто Не Попонять Что Это За ад Откуда Все Это Взялось Идеал Рухнул Тот Идеал Представьте Что же Случилось Когда Кришна Ушел С планеты Даже Люди Высоко Образованные Обнаружили У себя Глубокие Пороки И тем Не менее Когда Кришна Ушел Он Остал После себя Своих Спутников Несколько Остал После себя Бхагава Гиту Остал Симан Бхагава Там Зашло Как бы Новое Солнце После Вода Кришны Пураны Веды Ясадена Составил Все это Для людей Калиюги Чтобы они Не теряли Этот свет Этот маячок Забывчиво Обусловленную Душу Кришна Учит Посредством Ведических Писаний Осознавшего Себя Духовного Учителя И сверх Души Благодаря Этому Она Может Понять Природу Верховной Личности Бога И осознать Что Господь Кришна Ее вечный Господин Освобождающую Из плена Майи Так можно Обрести Истинное Знание О своем Условленном Состоянии И о том Как достичь Освобождения Итак Кришна Кришна Поскольку Писал Саду Обязательно Читайте Саду Никого Другого Если Чик Не является Сад Комментирует Не нужно Читать Эти Комментарии Как бы Не были Умные Интересные Не прорастет Эта шелуха Рисовая Не будет Плода Не будет Ростка Ваша Жизнь Не изменится Просто Будет Некоторый Интерес Некоторые Интересные Точески Зрения Но Жизнь Ваша Не изменится Семя Бахи Посажено В сердце Прямо Глубоко В сердце Это может Делать Только Садху Преданной Кришны Сверхдуша Тогда Примет И даст Ему Возможность Расти Это Бахи Начнет Расти И вы Увидите Что Приходят Силы Отвергнуть Грех Вообще Никогда Не возвращаться Греховной Жизни Сила Нужна Вот Сейчас Людям Не хватает Людям Не хватает Бога Религия Это В сердце Где этот Росток Любви Он Не растет Он Увял Религию Нужно Возрождать В нашем Движении Тоже Религию Нужно Возрождать Сейчас Мы говорим О знании О религии Чистота Милосердие Аскетизм И правдивость Еще не Восстановлены Это В процессе Мы должны Сделать Это И Харе Кришна Махамантра Полученное Подцепивочинское Преемственность Дает нам Эту возможность Обрести Такие силы И способности Возродить Религию В собственном Сердце В собственных Качествах И Делать это Вместе И помогать Другим И распространять Эту великую Науку Которая Описывается Здесь Науку О Боге И о душе Утраченную Совсем Никто До нас Не был Счастливым В этом Материальном мире На что Мы рассчитываем На новый 2017 год Мы что С ума сошли Что Мы что Лишились Рассудка Уже 2016 Лет Мы не были Счастливы В 2017 году Конечно Будем Счастливы Это что Сумасшествие Очередное Какое Мы что Книг Не читаем Или Не имеем Опыта Или разума Это же Материальная Природа Кто здесь Может быть Счастливым Человек Даже если Вы очень Счастливы В этом мире Может быть У вас Хорошая Карма Но неужели Вы будете счастливы Наблюдая Как много людей Страдают В этом мире И неужели Ваше счастье Вечно продлится В этом мире Вы все равно Оставите это Своё удачное Воплощаде Даже Хорошая Хорошую жизнь Придется оставить Говорится Такой мир Странный Нет чтобы жить Вечно Я же достиг Уже наконец Богатства И все остальное Почему вечно Не жить Нет Никто не может Присвое себе Здесь ничего Но Шастра Говорится Если человек Кришне Предложил Хотя бы Один цветок С любовью Будет благословлен Хорошей жизнью В этой жизни И в следующей Гарантированной Ему Просто С любовью Это сделал Ничего Не нужно Богу От нас Не нужны Ему Наши Деньги Не нужны Ему Наша Земля И все остальное Наши последователи Им нужна Любовь Если человек Предложил С любовью Хотя бы Цветок Или фрукт С любовью Уже Этого Достаточно Чтобы он В этой жизни Был Обеспечен Полностью И в следующей Тоже Говорится Лакшми Благословляет Такого человека Супруга Господа Не остворяет Без ответа Любовь Ведь он Награждает Человек Саат И со своим Разумовым Положением Браман Судама Приложил Кришне Горстку Риса Все Знаете Где он Это сделал Не в храме А прямо Во дворце Господа Кришны Двораки Дворец Господа Кришны Двораки Вы представляете Что такое Если Вы соберете Все ценности Петербурга Вы даже Не купите И одну Горсть Пыли С дороги Двораки Что даже Пыль там Из алмазов Нет Чинтам Или с ямонтака Все выложено Такими Божественными Камнями Там Судхарма Зал Собраний Был подарен Полубогами Аналогов Нет Там одно Дерево Париджата Обеспечило Райскую атмосферу Вокруг Терево Сляйских планет Дворака Было Творение Господа Кришны Судам Пришел В Дворак Вошел Лодов Дворец Кришны Он был Нищий В лохмотьях Одежда Была Нечистая И пыльна С дороги Он был Худой Ребра Можно было Пересчитать Ждя его Жизнь была Очень трудна Материально Нищенствовала Всей семьей Но поскольку Он пришел К другу Детство С Кришной Когда-то Не учились Сандипани Буни В Гурукули Он сказал Жене Я иду К другу Я должен Принести Какой-то Подарок Жена Сказала Ноль На счету Судам Сказал Иди к соседям Попроси Взаймы Что-нибудь Жена Попросила Плющенный Рис Очень Дешевая Вещь Знаете Если Вот Есть Нечего То Плющенный Рис Можно Еще Поесть Три Горсти Или Четыре Горсти Все И он Его Завернул Даже У него Пакета Не было Нормального Упаковки Нет Всю Эту Одежду Пыльную Завернул Взелок В одежде Нес Подарок Своему Другу Но От чистого Сердца Все Что Было У него Но Когда Он попал Водоверец Господа Кришны Кришна Усадил На собственное Ложе Увидел Что Там Все Из Драгоценных Камней Все Это Сияет Переливается Этим Дворцам 16 тысяч Крынца И Край Нет В Дварике И Кришна Всем этим Обладает Какой Он Сейчас Стал Его Друг Смотрите Бесконечно Богат И Счастливый Все Достояния Там В Дварике И тут Явства И Хорошие Слова И Они Целый День Разговаривают За личность Какой-то Нищий Браман И Кришна Столько С такой Любовью Встречает Его И Кришна Знал Что Браман Принес Ему Подарок Но Не Решается Когда На столе Такой Пир Разрезает Свой Зелок С Ключенным Рисом И Кришна Сказал Я Знаю Что Ты Мой Друг Принес Мне Какой-то Подарок Что-то Вкусненькое Чувствую Мы Думаем Кришне Предложить Присад Примет Или Не Примет А Судам Он Выпрашивал Насильно Само Так Любил Кришну Он Так Стеснялся Своего Положения Кришна Сам Схватил Этот Узелок У него Судам И Не Давал Даже Кришна Побеждает Крыл Узелок Взял Целую Щепоть И Сказал Я Такого Риса В жизни Не Ел Бросил Да И Просеял По-настоящему Знаете Потому что Судама Это чистый Преданный Судама Взялся За голову Просто Боже мой Кришна Берет Вторую Щепоть Рук Мини Сказала Вторую Не Надо За Эту Щепоть Я вижу Ты Так Удовлетворен Что Ты Ему Сейчас Отдашь Все Что У Тебя Есть Ты Ж Такой Ты Не Скупой Рыцарь Если Ты Благодарен Ты Все Отдашь Святому Человеку Самого Себя Отдашь Эй Второй Щепоть Меня В Придачу Ты Отдашь Подай Мне Эту Вторую Щепоть Сделал Лакши Съел Если Кришна Доволен Довольны Все Если Жилок Сыт Все Тело Сильно Это Сверх Душа Вселенная Все Станутся Счастливыми Если Преданно Служат Кришне Все Получают Блага От Этого Поэтому Виски Времена Вайшна Почитали Все Классы Людей Кто То Просто Напоминал Кто Такой Бог Самые Важные Люди В Обществе Но Они Должны Знать Кто Такой Бог А Не Обманывать Людей Гуру Саду Шат Подтверждено С трех Сарон И Судама Ничего Не Вопросил Взамен Он Просто Был Так Счастлив Что Увидел Кришну С другой Он Шел Чуть Не Плакал Просто Вспоминал Все Что Было Только Что Боже Мой Кришна Мне Просто Служил Он Мне Поклонялся Он Считает Меня Браманом Возвышенным Человеком Хотя Кто Я Такой Я Вообще Гришник Он Просто Шел И Слезы По Дороге Ронял И Вспоминал Все Эти Минуты Все Эти Секунды Зарешался Обратно Домой И Даже Думать Не Мог Что Нужно Было Что Просить У Кришны Материального Замена Но Когда Вернулся Домой Видел Дворцы Такой же Как в дворке Дворец Он Очень Испугался Что Это Куда Я Пришел Оттуда Вышли Какие-то Красивые Люди Как Небожители И Его Жена Там Жена Была Жена Была Так Красива Что Судама Не мог Представить Что У Такая Красивая Жена Был Просто Поражен Чуть Не упал В Морок А Лакшми Благословила Его Когда Когда Судама Не имел Никаких Материальных Желаний Тогда Кришна Может Дать Все Что Угодно Человеку Тот Кто Привезан Кришней Пользуется Его Наследством Имеет Все На самом деле Это История Брама Не Судами Итак Забывчив Обусловленную Душу Учат Учат Посредством Ведических Писаний Осознавших Себя Духовного Учителя И Сверх Души Ведические Писания Повествуют О вечных Взаимоотношениях Живого Существа С Кришной Который Называется Самбанда Абхидей Живой Что понимает Свои отношения С Кришной И действует В соответствии С ними Это носит Название Абхидей А высшая Цель Жизни Возвращение Домой К Богу Именуется Прайоджана Вот Три этапа С чего С чего Мы должны Начинать Самбанда Гьяна Где Заканчивается Как вывод Самбанда Гьяна Если На самом деле Получаем Гьяну Образование Настоящее Вывод Я Слуга Бога Начинается Абхидей Применение Этого Практика Если Мы Не Получаем Самбанда Гьяну Мы Не Можем Начать Преданного Служения Это Может Быть Фарсом Подделкой Какой Внешняя Энергия Может Что-то Сотворить Похожее Очень Но Там Не Будет Сути Поэтому Необходимо Обрести Эти Знания Как Это Я Слуга Бога И Почему Это Моя Конституция И Почему У него Такое Положение Почему Такое Неравенство Зачем Это Разнообразие Нужно Все Изучить И Когда Мы Изучим И Скажем Это С Радостью Я Слуга Бога Вы Знаете Какой Кришна Я Слуга Бога Не Так Что Я Раб Божий Горько Мне От Этого Конечно Но Это Факт Горький Факт Понимаете Нет Мы Должны Получить Самбанда Гьяну Как Это Прекрасно На самом деле Быть Частичкой Кришны Как Это Прекрасно Служить Кришне Его Качеством Его Форме Его Играм Участвовать Насколько Это Возвышно Безгранично Возвышно Без Зависти Это Самбанда Гьяна Оно Устраняет Зависть Живого Существа Это Истинная Наука И Вот Тогда Начинается Абхидея Человек Может Применять Эти Знания Все Заповеди Начинает Применять Потому Что Не Следует Человек Заповедем Только Из Зависти По Отношению К Богу Поэтому Лишается Сил И Разума Наша Же Собственная Зависть Отнимает Духовные Силы И Качества Искажает Поэтому Сознание Кришны Мы Не Берем Из Вне Прабхупада Говорит Оно Находится Внутри Мы Пробуждаем Его Когда Устраняется Зависть Тогда Начинается Рассвет Личности Прайоджи Назначает Любовь К Богу Это Уже Конечная Цель Пройдя Через Практику Очищение Преданного Служения Человек Выстигает Любви К Богу Преданное Служение Или Использование Органов Чувств Для Удовлетворения Господа Называется Абхидеей Потому что Позволяет Живому Существу Развить Дремлющую В Нем Любовь К Богу То есть Наши Чувства Служат Сейчас Нам Но Эти Чувства Могут Служить Кришне Это Называется Абхидея Чистая Деятельность Нет Кармы Это Называется Ягья Жертва Чувства Для удовлетворения Кришны Используем Ум Для удовлетворения Кришны Язык Для удовлетворения Кришны Ноги Руки Все что есть Для того Чтобы служить Кришне Мы как бы Кришноизируемся Прабхады Одухотворяемся Качественно Становимся Как Кришна Потому что Чувственность Соприкасаться С Кришной В служении Контакт Появляется Непосредственный Контакт Называется Это так же Как мы можем Что-то потрогать Что-то увидеть Точно так же Можно обрести Сознание Кришны Таким же Опыт Это Абхидея Любовь к Богу И в этом И состоит Цель жизни Это цель Высшее благо И величайшее Богатство Которое Могут обрести Живые существа Так душа Возвышается До трансцендентного Любовного Служения Господу Здесь мы остановимся Есть у нас Вчерашний вопрос Но тема у нас Та же Поэтому Вчера сказали Вчера сказали Возможно Это было позавчера Что если мы будем В течение месяца Контролировать чувства То мы почувствуем Кришну Что означает Контроль чувств В данном случае Наша практика То что мы делаем Просто делать Не отвлекаясь ни на что Это контроль чувств Называется Не отвлекаясь ни на что Например Повторять жапу Значит не отвлекаясь ни на что Служить божеством Или участвовать в китле Не отвлекаясь ни на что Слушать шиман-бхагаватам Читать книги Не отвлекаясь ни на что Это контроль чувств Для нас Это контроль чувств Когда только приходишь В сознание Кришны Как правильно Выбрать наставника Которому можно Полностью доверяться Когда наступает время Обратиться За наставничеством Только когда Изучишь основные книги И выучишь все молитвы Или нужно сразу Обратиться Чтобы не топтаться На месте Не пойти Неверной дороге Или вообще Не остыть В одиночестве Мне кажется Это не сложный вопрос Это происходит Естественным образом Мы живые существа А у нас есть интерес Друг к другу А нет Правда же Есть же интерес Мы же слушаем И наблюдаем И начинаем общаться Так это и происходит Скорее всего У вас уже есть Кто-то из наставников Просто еще Нет формальных Отечествий Можете не торопиться С формальным Принятием наставника Он уже есть Вы кого-то слушаете Даже сейчас Вы же задаете вопрос Видите Кому-то И что-то играет роль Наставника для вас И так Каждый Кто дает лекцию По Бхагаватам Допустим По Бхагаватгетике Отвечает на наши вопросы Тоже наставник Любой старший Кто имеет опыт В духовной жизни Больше Тоже автоматический наставник Может даже Не думать об этом Просто общайтесь Спрашивайте Интересуйтесь Получайте ответы Читайте книги И потом Позже Когда будет Необходимость Примите Официально Наставника Для К этому Нужно еще Прийти Не так Сразу Это определенная Ответственность Каким образом Душа Возвращаясь В материальный мир Попадает В конкретное Тело Конкретного Человека Образом Душа Возвращаясь А то есть Он умирает И как он Попадает В тело Определенного Типа Есть проводники Человек Сам не делает Это Не знает Как это делать Например Вы Выйти из Этого Помещения Чуть позже Все мы Выйдем И там Уже Есть дороги Транспорт Не так Все уже Существует И по назначению Отправиться Либо В общественном Транспорте Либо в метро Либо в собственной Машине Ну И регулируем Правилами Какими-то Дорогами Системой Городской Все же Существует Так же Когда мы Выходим Из тела Все же Существует Есть там Свой транспорт Свой такси У кого-то Личный Мобиль Заработал На этом Если знает Право Дорожное Движение Есть права Может поехать К Ямараджу Собственным Годом На Дарше Есть Много 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 Милости Поэтому Будут Проводники Как только Вы Стоите Тело Вам Скажут Харея Кришна Пойдем С нами Вам Понравятся Эти Существа Скажут Пойдем Знают Кого Послать Кому Это Будет В форме Вашего Ростника Какого-то Может быть Или Что-то Еще Вы Захотите Сразу Очень Тонко Устроена Эта Система Как Живут Существа Эти Пути Как Он Должен Сам Передвигаться Туда Своим Желанием Он Передвигается Каждый Шаг Если Только Не Грешник Если Человек Грешник То Его Встретят Другие Живые Существа Никто Его Спрашивать Не Будет В Мешок Так И Написано Есть Специальный Мешок Подобно Мешку Не Мешок Ну Такое Специальное Покрытие Тонко Набрасывают В Которое Можно Проноситься На Огромной Скорости На Огромное Расстояние И Так Транспортируют Живые Существа Но Это Для Грешников Если Кто-то Избегал Греха Что-то Служил Делал Для Кришны Не Придут Такие Существа Проводники Придут Если Пряданные Вспоминают Кришну Или Встречит Духовный Учитель Несут Ли Родители Кармическую Ответственность За Психологические Травмы Нанесенные Ребенку Неосознанно Или Это Целиком Карма Ребенка Это Общая Карма Карма Семьи Так Можем Сказать Конечно Ребенок Воспримет И Хороший И Плохой От Вас Какие Травмы Получит Наверняка Какие Ошибки Будут Жертв Каких Ошибок Неизбежно Так Происходит В каждой Семье Невозможно Это Идеально Сделать Не Деризируйте Семейную Жизнь В сознании Кришны Допустим Вот Вы имеете Знания Какие-то О карме Но Не Деризируйте Вы все равно Будете совершать Ошибки Именно По этой Причине Ребенок Должен Родиться Дважды Не Только От своих Родителей Но Еще Получить Духовное Рождение Духовного Учителя Иначе Он не сможет Очиститься Полностью Это Очень Трудно Даже В самых Хороших Семь Все равно Какие-то Ошибки Будут Что Делать С Преодолением Гнева Как Победить Его В себе Невозможно Гневайтесь На Материалистов В Форме Лекций Проповедуйте Такая Проповедь Которая В гневе Она Хороша Люди Будут Слушать Однажды 90-е Годах Когда Я Проповедовал 90-е Года Конец 80-е 90-е Года Атеизм Еще Не Остыл Знаете Люди Все Были Атеистичны Поэтому Ама Душей Говорили Потом В зале Всегда Какие-то Воинственные Атеисты Поднимались И сражались Потом В конце Обязательно Так На каждой Лекции Были Сражения Мы Всегда Были Готовы К этому Что Кто-то Прочит Вызов А потом Я подумал Однажды Наверное Я Может Слишком Как-то Грубо С гневом Проповедую Поэтому Люди Возбуждаются Все Буду Мягко Проповедовать С любовью Я взял Микрофон Таким Голосом Знаете Еленом Стал Говорить Что-то И Все Уснули Я Снова Вспомнил А эти Мисоеды И прочее Стал Кричать И Все Сразу Прошнулись Вот Это Хорошая Лекция Была Гнев Его Предназначение Разрушать Невежество Если Он Разрушает Невежество То есть Когда Вы Даете Знание Вы Стал Стал Невежество Здесь Потребуется Некоторый Гнев Как Учитель Говорит Ученику Слушай Что Я Говорю Слушай Гневается Он Заставляет Слушать Почему Да Он Разрушает Невежество Таким образом И так Вы Становитесь Учителями Да Если Гнев Правильно Направите На проповедь Вы Становитесь Учителями И Тогда В Другие Моменты Жизни Вы Сможете Справиться С Гневом Если Вы Имеете Опыт Проповеди Заняты Передаете Знания Обучаете Кого-то Тогда Не Будете Гневаться По Пустякам Что Гнев Контролировать Невозможно Говорит В Писании Энергию Нужно Его Просто Занять Правильным Образом В Лекции Вашнавский Этикет Вы Говорите Что Не Нужно Зводить Дружбу С Сумасбродными Те Кто Имеет Незаконные Связи С Женщинами Если До Сознания Кришна Человек Общался С такими Людьми Как Быть Теперь Вообще Не С Ними Общаться Вы Можете Но Не Заводите Близкую Дружбу Потому Что Эти Качества Они Будут Переноситься На Вас Близких Отношений По Этой Причине Можете С Ними Более Нейтрально Общаться С этими Людями По Доброму Но Более Нейтрально Что Значает Дружба Заходи Садись Давай Я Тебе Налью Выпьем Месте Не Уважаешь Ну Давай Что Вы Должны Делать Нет Я Не могу Не обеты Не обещал Духовному Учителю Нейтрализ Добрый Видите Уже Такой Дружбы Нет Дружба Определяет Общий Образ Жизни Но У вас Другой Образ Жизни Другие Друзья Будут Уже К этим Людям Должны Более Нейтрально Но По Доброму Относиться Если Не Ваши Настоящие Друзья Они Пойдут За Вами Да Есть Много Таких Примеров Расскажите Пожалуйста Товарница Заучивания Шлок Наизусть Это Очень Хорошо Насколько Это Важно Во-первых Это Развивает Память Очень Хорошо Я Слышал Что Это Идеальный Способ Развивать Память Поддерживать Память Особенно Если Вы Шлоку Используете В Лекциях Несколько Раз Используете Шлоку Какую Затем Она Автоматически Всплывает Когда Необходимо Очень Удобно Вы Хочете Что Сказать И Чувствуете Что Хочете Сказать И На это Чувство Всплывает Шлока Уже И Вы Уже Знаете О чем Говорите Шастра Ничего Удумывать Не нужно Удобно Правда Поэтому Учитесь Шлоки У кого Есть К этому Склонность Изучать Шлоки Изучайте Как можно Больше Вы Сегодня Говорили Что Важно Знать С кем И с чем Мы Общаемся С чем Соприкасаемся И Если Мы Соприкасаемся С Нечистым Мы Оскверняемся На В материальном мире Живому существу Присущи Четыре вида Недостатков Один из которых Принимать Нечистое За чистое Если Я В иллюзии Как я могу Объективно Выяснить С кем Я Соприкасаюсь С чем И как Не Оскверниться Каковы Объективные Критерии Чистого Вот поэтому Это Описывается В ашнавском Этикете Свод Правил Чистоты Как Подировать Чистоту Например Если вы Приняли Пищу Просад Должны Омыть Руки Сбрызнуть Стопой Прополоскать Дважды Рот Так Предписано Делая это Вы почувствуете Более высокие Стандарты Чистоты Там написано Что каждое Утром Мы должны Омываться И менять Одежду На чистую Делая это Каждый день Вы будете Чувствовать Более Острую Чистоту И если Мы сходили Опорожнили Кишечек Полное Омовение Делая это Вы почувствуете Более высокие Стандарты Чистоты Все это Описывается Говорите Правду Приятным Тоном Написано В этикете Делая это Вы почувствуете Более тонкие Отношения С людьми Это Вачнавский Этикет Который Делает Тонкими Наш Разум И чувства Тонкие Ткани Мозга Восстанавливаются Таким образом Это Образ Жизни Это Наука Жизни Наука Познания Духа Исследуя Этим Правилам Постепенно Мы сможем Понять Осознать Я душа Я чистая Душа Вачнавы Забота Забота о коровах Это тоже Наша Обязанность Будет И все Время Мы Эти проекты Будем Делать Уже Эти проекты Существуют Например По Домскому Уже Есть Много Коров Прядных Мы были Там Такого Счастья Редко Где мы Испытывали Когда у нас Есть наши Коровы Которые знают Что их Никто Не убьет Какое Было У вас Депрессивное Состояние Пообщайтесь С коровой И все Будет Хорошо Это Лекарство Живое Просто Такая Мать Такая Природа Удивительна У этих Существ Идите Покормите Телят Подаете Корову Покосите Сено Там Что-то Сделайте В коровнике И все Будьте Здоровы Психически Как Минимум И физически Тоже И от Духов Очиститесь Тоже Коровь Навоз Изгоняет Духов Говорится Но Очень чистая Корова Это Тоже Наша Программа Но Когда Пархупада Приехал В Америку Он Не мог Начать С этого Эта Серьезная Программа Требует Больших Ресурсов Вложений Человеческих Денежных И земли Нужно иметь Это В будущем Но Пархупада Пил То молоко Которое В магазине Продавали С рыбьим Жиром Подмешивали Рыбий Жир В Америке В молоко Пытались Улучшить Его качество И Пархупада Вынужден Был Пить Молоко Потому что Молоко Необходимо Для Человека Поэтому Мы Согласны О том Чему Говорите Сейчас С коровами Плохо Обращаются Неправильно Обращаются Но Мы Вынуждены Пока Понимать Такое Молоко Кстати Много Перемен Куда Я Сейчас Не Поеду Предные Говорят Это От Нашей Коровы Молоко От Знакомой Коровы Предные Там Где Там Есть Корова Тут Уже От Нашей Коровы Молоко Так что Какие-то Коровы Может Заботимся Я Впервые На вашей Лекции Возник Глупый Вопрос Так Случилось Что Моим Духовным Учителем Я Моя Бабушка Как Вы Считаете Не Помешает Ли Наше Родство Истинному Духовному Росту Нет Нет Это Очень Хорошо Это Естественно Если У вас Такая Мудрая Бабушка Это Ж Здорово Представьте Если Вы Преданный И У вас Есть Ребенок Автоматически Вы Будете Духовным Учителем Для Своего Ребенка Какое-то Время Да И Всю Жизнь Будете Наставником Хорошим Это Естественно Это Просто Удача Знаете В жизни У вас Мудрые Родственники Старшие Я Был В Одной Семье В Узбекистане Когда-то И Там Мне сказали Что Это Прямой Потомок Пророка Мухаммеда Парадословной Всеизвестной Парадословной Бабушка И Мне Также Сказали Что Она Хочет Тебя Видеть Потому Что Знаю Что Ты Тоже Духовный Человек Она Очень Любит Духовных Людей Хочет Видеть Я Думаю Сейчас Зайду Там Умирающая Бабушка Какая-то А Там Духовный Учитель Лежала Она Стала Потрясающая Встреча Она Просто Плакала Была Как счастливо Общаться С духовными Людьми Она Боялась За свою Семью Что Они Забудут Это Очень Боялась Переживала Эта Семья Должна Быть Основана На Святых Людях Она Это Сказала Что Если В семье Нет Святых Людей Это Семей Народ Проклятый Это Нужно Беречь Прежде Всего Или Создавать Святых Людей В семьях Воспитывать Это Единственный Выход Для Людей Она Все Понимала Что Молилась Постоянно Естественно Она Была Их Наставником Конечно Почему Нет Шастра Говорится Что Шикша Гуру Наставников Может быть Очень Много Бабушка Мама Отец Учитель В школе Может быть Хороший Человек Что-то Хорошее Говорит Тоже Шикша Тоже Есть Какие Наставления Но Дикша Гуру Один То Посвящение Дает Родственники Обычно Друг другу Посвящение Не дают Отец Если он Духовный Человек Идет Сына К духовному Учителю Такая Традиция Что Отец Не иницирует Сына Инициацию Дает Дикша Гуру Поэтому Уже У вас Есть Шикша Гуру Осталось Только Дикша Гуру Простите Благословения Бабушки Расскажите Что В жизни Ценные Интересные Пусть Она Вас Благословит И Все Будет Хорошо Как Справляться С Гневом Хоть После Него И Есть Раскаяние Все Снова И Снова Гнев Может Выражаться Как По Отношению К Себе Так И К Окружающим Но Так Или Иначе Он Возвращается По Отношению К Себе Вина За Проявление Гнева Гнева Вина Вина За Проявление Гнева Это Тамас Дело Не Вине Недостаточно Сказать Что Я Виноват Нужно Исправиться Ходить Чувствами Вины Глупо Нужно Исправиться Совершая Ошибку Мы Должны Обрести Более Высокий Разум Вывод Разум Должны Вывод Это Функция Разума Вывод И Учиться Контролировать Себя Если Вы Не Будете Достаточно Заняты Служением Кришне Вы Не Справитесь С гневом Почувствуете В сердце Неудовлетворение И Зависть Не Даст Нам Спокойно Жить Но Если Вы Достаточно Заняты Вы Будете Умиротворены Удовлетворены Мир В сердце Поселится Потому Что Зависть Уйдет Через Служение Через Служение Зависть Уходит Завидуют Только Господа Друг Друг Служение На основе Любви Лишено Всякой Зависти Если Мы Служим Кришне Если Мы Служим Какое-то Служение Мы Чувствуем Удовлетворение Зависть Уходит И Нам Все Люди Начинают Нравиться Потому Что Зависть Уходит Поэтому Будьте Заняты Должным Образу Если Вы Не Занят Должным Образу Свои Чувства Будет Раздражение Будет Неудовлетворение Это Любая Женщина Знает Если Муж Не Работает Сидит Дом Он Постоянно Раздраженный Все Плохо Для Него Но Если Он Падет Как Вол Поработает Хорошенько Перейдет Ломой Он Умиротворенный Он Удовлетворенный Пришел Он Выполнил Свой Долг Видите Нужно Быть Занятым Человек Полезной Деятельностью В сознании Перерождение Они Сохраняют Личность Чтобы Считаться Чем-то Предком Нет Вы Не Знаете Наших Предков Они Может быть Знают Нас Не Знают Но Мы Не Знаем Кто Наши Предки Наш Предок Скажем Это Ману Прародитель Людей Но Сейчас Никто Не Знает Об Этому Если Другие Предки Которые Мы Забыли Возвышенные Предки Не Думайте Что Предки Это Наши Родственники Ближайшие Дед Какой-то Алкоголик Который Был И Он На Планете Предков Живет И Ждет Нас Он Туда Не Попадет В Жизни Там Нет Ни Одного Пьяницы Планета Предков Выше Расти Их Планет Находится Просто Мы Не Знаем Уже Этих Предков Своих Мы Забыли О них Давно Об Этой Родословной Да Мы Идет Часто От Предных Слышу Я Помолюсь За Тебя Кришне Но Разве Можно Разве Разве Когда Ты Просишь У Него Что-то Значит Тебе Значит Ты Все Еще В Майе А Когда Мы Кришне Обращаемся Мы Конечно Жив Май Может Быть Но Он То Не В Майе Он Извлечет Для Нас Пользу Неважно Как Мы Обращаемся Кришне Извлечет Для Нас Пользу Сам Факт Обращения К Богу Важен Преданный По Привычке Может Кришне Обращаться С чем Угодно Ключ Потерял Кришна Кришна Где Ключ Автоматически Это Будет Вот Это Цена Что Он Кришну Вспоминает А Не То Что Он Ключ Просит Дело Не В Если Совершенно Не Знаешь Как Поступить В Той Или Ситу Природа В Какой-то Минут Времени Она Сама Укажет Ваш Путь Мы Забыли Природу Свою Материальную Тоже Мы Жем В мире Имитаций Подделок Каждый Кого-то Имитирует Человек Современный Так Обучают Людей Одеваться Вести Себя Каждый Находит Какого-то Героя В кинематографе Возможно Или Где-то В книге Не Важно Например Когда Я был Молодым Я знал Девушку Которая Ждала Алые Паруса Она Буквально Ждала Такого Человека Который Придет За Ней Таком Духе Прочитала Это Угрина И Она Имитировала Соль Несчастная Судьба Была Хотя Была Очень Романтическая Натура Но В жизни Была Не Успешно Несчастлива Это Имитация Называется Поэтому Быть Самим Собой Но Нам Нужно Время Чтобы Стать Самим Собой Повторяйте Мантру Сейчас Изучайте Книги Старайтесь Не Подражать Никому Слушайте Своё Сердце Это Займёт Годы Поймите Не Упрощайте Процесс Если Вы Только Начинаете Запаситесь Терпением Хотя Бы Лет Ну Пятнадцать Хорошей Практики Не Так Уж Много Боже Мой Мы В школе Учились Одиннадцать Лет Там Кто-то Еще В институте Пять Лет Не Так Уж Много Хотя Болит Пятнадцать Хорошей Практики И Вы Начнете Различать Серьезным Образом Всё Ещё Останется Время Прямо К Кришне Напрямую Пойти Напрямую Он Вас Привлечёт Сам Просто Привлечёт Он Проявится В сердце Собой Как Арджуна Он Воин Значит Твой Многие Герои Священных Писаний Имели Опыт Личного Общения С Господом Я Читаю Изучаю Слушаю О Кришне Но У меня Нет Много Опыта Персонального Общения С Богом Как Мне Лично Почувствовать И Пережить Опыт Личного Общения С Кришной Но Для Этого Нужно Повторять Очень Внимательно Находи Кришна Маха Мантру Чтобы Такой Опыт Получить Вы готовы Очень Внимательно Повторять Мантру Очень Внимательно Кто-то Скал Пшел Павпадок Как Улучшить Свою Джапу Какое Самое Лучшее Время Для Джапы Сказ Самое Лучшее Для Джапы То Мангала Ради В два Часа Начинаю Повторять Мантру Ночи Вот В это Время Эффект Усилиться В несколько Раз Если В этом Заинтересованы Кто-то Одновременно Слушающих Сделает Это Я уверен Есть Герои И Героини Хотя Б Просто Для Опыта Для Эксперимента Какие-то Дни Это Очень Благоприятно Подняться Вдруг Среди Ночи Когда Все Тихо Зверь Чут Наслаждение Без Памяти Весь Город Отключен Супер Время Берете Четки Повторяете Горея Кришна Горея Кришна Кришна Вы Слышите Вы Слышите Все Понимаете В это Время Вы Естественно Слышите Все Очень Хорошая Практика Но Если Вы Бегаете Туда Сюда По Городу С Четками Горея Кришна 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 Деньги Кришна Кришна Тысячи Тысячи В уме Труднее Намного Труднее Лично Почувствовать Кришну Потому что Звук Кришна Звук Святого Имени Это уже Есть Кришна Где Его Искать Вы Уже Нашли Кришну С этой Точки Зрения Осталось Услышать Как Понять Трудности Которые Даются Которые Пытания Ради Роста Преодоления Или Предупреждения Для того Чтобы уйти Сложного Пути Как Понять Трудности Не надо Понимать Трудности Вообще Не думайте Об этом Зачем Вы Усложняете Себе Умей Все Это Если Все Оценивать Знаете Можно С ума Сойти Запутаться В два Счета Можно Если На каждом Шагу Увидеть Что Кришна Хочет Что Кришна Хочет Я Иду По Улице И Шишка По Голове Сверху Так Что Кришна Хотела Вообще Не Подумайте Об Это Слушайте Кришне Идите Дальше Не Останавливайтесь Просто Свой Долг Поймите Трудности В Исполнении Долга Это Хорошо Но Вы Должны Продолжать Исполнение Свой Долг И Тогда Вы Увидите Что Кришна Хочет В Итоге Вы Говорили Что Бог Сверх Личность Но Ведь Он Может Быть Сверх Дживой Да Это То же Самое Есть Такой Термин Можно Сказать Что Сверх Джива Джива Это Жизнь Сверх Душа Атма Параматма То же Самое Атма Это Обычная Джива Параматма Это Сверх Душа Ведь Джива Делает Личностью Живое Существо Ну Это Одно И то же Разные Термины Просто Если Бог Один Зачем Тогда Столько Религий Да Я тоже Так Спрашиваю Если Бог Один То Религия Одна Так Это Разные Формы Одной Тоже Религии Так Я Понимаю Религия Одна Но Формы Разные Могут Школа Одна Но Классы Разные Есть Китайская Медицина Западная Медицина Есть Американское Солнце Есть Индийское Солнце Есть Французское Солнце Есть Петербургское Солнце Солнце Одно На самом деле Оно Отличается В Петербурге Солнце Другое Совсем Не как В Индии В Индии Оно Беспощадное Очень Злое Солнце В Индии Здесь Добре Немножко Но равнодушное Холодное Там С пристрастием А где Там В Мурманске Солнца Полгода Вообще Не бывает Оно Забывает Про нас На полгода На полгода Вспоминает То есть Оно По разному Севедет Смотрите На солнце Одно И то же Но мы Так Обусловлены Мы Все Меряем Такими Мерками Как День И ночь И так Далее А на солнце Нет ни дня И ни ночь Мы Незнакомы С другими Измерениями Жизни Поэтому Бог Один Измерений Много Может Быть Проявлений Может Быть Много Но Бог Один Кто-то Хотел Спросить Устно Сейчас Вам Микрофон Дадут Простите Что Прерывая Вы Начали Лекцию Рассказывали Как Женщина Служила Двух Людей Которые Святых Людей Которые Сделали Вывод Что Бога Нет Так Она Им Помогла Подсказала Что-то О том Мы Не Услышали Дальше Нет В том Случа Нет Было Неуместно Обучать Их Они Бы Не приняли Ничего Это Люди Были Как Высоких Санов Нет Не так Просто Вы Сказали Что Материальное Сознание Поддерживается Индивидуальность Человека Объясните Подробнее Пожалуйста Это Материальная Индивидуальность Создаются Поступками Меняются Поступки Меняется Индивидуальный Характер Обозначение Так Эта Индивидуальность Изменчивая Праведные Поступки Индивидуальность Так Описывается Если Злые Поступки Индивидуальность По другому Складывается Проявляется От кармы Это Это Материальная Индивидуальность Ее практически Нет Она Меняется Это Нечто Непостоянное Зависит от Того Что Я Сделаю Как Я Сделаю Так Меня Оцени Так Мне Опишут Мою Индивидуальность Я Приобрету злые качества и стану злым человеком, допустим. Потом могу освободиться от этих злых качеств, обрести праведные качества. Это карма. Это и есть материальная индивидуальность. Духовная индивидуальность вечная. Вы всегда свого Кришны, вы всегда обладаете всеми высшими качествами, никогда не утрачиваете их. Это ваша вечная индивидуальность, ваше вечное имя, ваше вечное форма, ваше вечное отношение с Богом. Ваше вечное желание служить Кришне неизменно. Это духовная индивидуальность. Как попробовать проповедовать тем, кто думает, что счастлив в материальном мире? Эти люди не готовы еще слушать проповедь. Эти люди не готовы к получению знаний. Эти люди просто могут прийти на Киртан, на праздник, повеселиться. Ну, бы счастливым тоже для разнообразия здесь, в таком духе пока. Философию человек не поймет, пока не осознает временность материального бытия. И не признает фактор страдания в этом мире. Не сможет понять философию. Это вопрос времени. Как относиться к тому, что в Абрамачарии у меня есть машина, и на ее поддержание уходят деньги. И необходимо иметь их запас на ее поддержание в будущем по причине ее возможных поломок. А в Писании говорится о том, что Абрамачарии и Саньяси не должны иметь деньги. Так и есть. Без ответа стоим. Совершенно верно. Как правильно вы даете дочь замуж? Поделитесь опытом. Что в этом процессе главное, что второстепенное? Ну, очень важный вопрос. Дочь должна быть замужем. К сожалению, не всегда это удается правильно сделать. Дети чаще всего не хотят слушать родителей сейчас в этих вопросах. А родители чаще всего вообще не понимают ничего в этих вопросах. Родители обычно заинтересованы материально-благополучие, потом не будут смотреть, откуда, с какой семьи этот ребенок, будет ли он работать или не будет работать, сколько получать, какое образование и все эти факторы. А дочь скажет, я люблю. И что тут поделаешь? Девушка получает мужа, какого заслужила. Сейчас родители вряд ли могут помочь чем-то существенным в этом вопросе. Конечно, если родители преданные, дети преданные, вопрос резко меняется. Уже критерии какие-то добавляются, уже легче будет с этим вопросом. Если жених и невеста преданы, то это преимущество огромное в браке. Остальное уже менее важно. Чем выше они преданы, тем меньше препятствий на их пути будет. Даже гороскоп может неважным оказаться, если они очень возвышенные души. Но чем меньше у них преодолеваний, тем важнее материальные обстоятельства учитывать. Например, одну культуру, чтобы одна культура была. Одна цель в жизни. Даже вот такие мельчайшие вещи важно знать. Сколько ты хочешь в месяц денег тратить, а сколько ты можешь зарабатывать в месяц, чтобы это тоже как-то совпадало. Если желание тратить больше, чем способность зарабатывать, будет проблема в семье. Вот все эти детали материально будут очень важны, но важны тогда, когда нет очень высокого сознания Кришны. Как правило, у молодых нет высокого сознания Кришны. Поэтому это тоже важно. Строить брак правильным образом. Вот и выясняете эти вещи. Но сейчас видите, в чем сложность, что девушка и юноша, они сначала привязываются друг к другу, а потом выясняют практическую сторону. Путаются, наоборот делаются. Они телегу ставят перед лошадью. Не лошадь перед телегой, а телегу перед лошадью. Сначала нужно выяснить материальную сторону, а потом привязываться. Но сейчас они не могут так поступить. Они сначала привязываются, влюбляются до беспамятства, а потом ничего с ними сделать невозможно. Я не знаю, какая здесь ситуация. Но если люди теряют голову друг от друга, я не думаю, что это будет хорошим браком. Скорее всего, это будет великое заблуждение. Риск большой в этом. Брак создается на уровне разума уже. Другие критерии вступают в силу вашего вопроса. Сейчас будет микрофон. А скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, что когда душа покидает тело, то она должна вспоминать все свои прошлые жизни и весь свой прошлый опыт. И в какой момент это происходит? Потому что, судя по всему, когда она покинула тело, она уже должна знать сама дорогу домой, куда идти, что делать, кто ее ждет. По всей видимости, вы говорите о возвращении к Богу. Да, то есть она выходит из тела, и уже в этот момент возвращается в душу вся ее память? Или в какой-то другой момент? Нет, она должна выйти в присутствие Кришны из тела. Тогда все ясно будет. То есть ее сначала должны провести до Кришны? Нет, она должна в момент смерти вспомнить Кришну, а все остальное уже организовано. В какой момент вспомнить? В момент смерти. В самый момент смерти вспомнить Бога нужно. А это с каждым человеком происходит или не с каждым? С каждым. Кто вспомнит Бога, каждый человек отправляется к Богу в момент смерти. Спасибо. Если у маленькой дочери наклонность к шатрию, управленца, если тонкости воспитания, на что обратить особо? Она вас сама построит, не бойтесь. Где-то к шатрию. Дочь к шатрию тут интересная. Ну, а что, хорошо? Да, есть девочки к шатрии. Мальчики, девочки. Есть такой природой. Разных варн. Они очень хорошие организаторы. Они также могут хорошо организовать свою жизнь. Их обычно обучают ответственности. Исполнять обещания. Достигать целей. Вместе строить отношения с этим долгом. Как они это делают. У них есть свои для этого науки и правила для к шатриев. Но это после 12 лет только. Обучаются. До 12-ти их обучают духовно, как и всех. Они уже сами себе проявляются. Детей. Они их организовывают. Они их всех слушают. Они управляют играми. Там возглавляют все. Распределяют обязанности. Автоматически это природа делает. И вы уже видите. Ну, понятно. Все ясно. И с этим вы говорите. Вот если ты дружишь, значит, будь верным. Ради друга жертвуй. И вот обучаете вот таким возвышенным, возвышенной дхарме, кшатам, что он от этого силы учарпает. Для него Бог, Родина, Любовь в этом сила. Сила подвига в этом. Вы сказали, что если мы спасем семью, мы спасем религию. Развод не допустим. Бороться ли за семью, если жизнь семейная, совместная не сложилась, не сложилась? Бывает такое. Сейчас я не скажу, это абсолютное правило, что развод. Да, разводов нет в духовной культуре. Это факт. В наше время мы не можем утвердить это абсолютно. Потому что, так же говорится, жена не обязана служить падшему мужу. Это написано так же. Что в этом случае вся семья разрушается, терпит крах. Мы приводим пример другой. Если ваш самолет семейный в штопоре, можете нажать катапульту. Вам не нужно оставаться там. Мертвые герои нам не нужны. Служите Кришне. Вот это важно. Если это такая ситуация. Но, как правило, большинство случаев семью можно возвысить при помощи терпения, смирения, развития знания, качеств, служения. Практически 90 с лишним процентов, я бы сказал, семьи можно восстановить, спасти. Большинство случаев. Поэтому не торопитесь с разводами. Будьте осторожны. У человека бессонница уже продолжительное время. В чем причина и как помочь? Есть определенная привязанность. Нужно эту привязанность связать с Кришной. Человек успокоится. Навязчиво о чем-то думает. Если уже психика расстроена, то нужна какая-то еще помощь медицинская. Если нет, то он просто должен в сознании Кришной развиваться человек. Привязанность человека делает таким беспокойным, раздраженным, ненавидитворенным. Чрезмерные усилия также, когда он пытается достигать, чрезмерные усилия для материальных целей тоже могут сбить его с толку. Деньги, которые плохо спрятаны, тоже. Да, это причина страданий тоже. Богатые люди плохо спят, так говорится. Благословение. Паре Кришне, да. Да, если хотите стать учеником, это хорошо. Практикуйте. Практикуйте регулярно. Покажите, что вы ученик. Примейте образ жизни, также духовного учителя, других преданных. Живите вместе с ними. Духовно. Это значит, что вы ученики. Почему я ученик своего гуру? Потому что я живу в его образе жизни. Поэтому я ученик. Если бы я жил по-своему, то в чем заключалось бы ученичество? Тогда как бы я мог называться учеником? Именно по этой причине, что я живу, как мой духовный учитель. Я перенимаю его образ жизни. Почему я повторяю свои 16 кругов? Мой гуру Махарадж повторяет 16 кругов. Поэтому я тоже должен повторять 16 кругов. Почему я соблюдаю 4 регулирующие принципы? Мой гуру Махарадж соблюдаю 4 регулирующие принципы всю свою жизнь. Поэтому я тоже делаю то же самое. Образуется связь. Тогда мы почувствуем, что есть связь. Гуру ученик. Действуйте так. Так, наши вопросы кончены на сегодня. Спасибо большое.